Продолжение следует... То есть цветная и оптическая соответственно. У меня как раз два последних экземпляра. Тут надо сказать, что форма у мышек одинаковая, но сами мыши немного разные. Например, Pure и Pure Color отличаются тем, что Color просто-напросто разноцветные, а все остальное у них одинаковое. А вот в Pure Optical, кроме того, что цвет другой, еще и сенсор оптический. Вот такие отличия. Итак, Rocketcon Pure Color. Мышка существует в нескольких цветах, ну а мне досталась оранжевая. На самом деле, если сравнивать ее со старшей сестрой, Cone XTD, то вы увидите, что отличия только в размерах, цвете и оформлении подсветки. Ну и в младшей модели скрол не четырехпозиционный, а обычный. Как вы поняли, форма осталась та же. Это круто, потому что Cone XTD одна из самых удобных мышей, которые я юзал. Здесь то же самое, только для обладателей меньших рук. Покрытие Soft Touch пластик, но вот здесь как раз тот момент, когда отпечатков остается минимум, а на оранжевом вообще не видно цветов. Если говорить о внешнем виде, то сочетание цветов очень крутое, и лично мне кажется, что серия Color одна из самых красивых уроков. Эффект усиливается еще и подсветкой логотипа, так что выглядит мышь очень круто. Сенсор лазерный, с разрешением 8200 dpi. Если честно, я даже немного не понимаю, зачем такие огромные цифры, но знаю парочку любителей таких настроек. Высота отрыва регулируемая, но я поставил минимальную, и курсор при отрыве практически не двигается. Это для тех, кто мне вконтакте постоянно пишет, что у некоторых мышей не регулируется высота отрыва и так далее. Вот вам, здесь регулируется. Кнопок 7, ничего необычного, 3 стандартные, 2 боковые и кнопки переключения dpi. Скроул не хуже, чем у XTD. Прорезиненный, с хорошим ходом. Единственное, что он не 4-х позиционный, а обычный. Провод тонкий и в тканевой оплетке. Это хорошо тем, что он легкий, долговечный и почти не пачкается. Но кому-то не нравится, что тканевый провод издает неприятный звук, когда трется об ковер. Теперь возьмем Compure Optical. Она существует только в одном цвете и отличается от Color с сенсором. Он оптический, с разрешением 4000 dpi. Все остальное не поменялось, даже покрытие. Может показаться, что оно другое, но нет, все тот же soft-touch пластик. Только из-за расцветки здесь даже самых мелких отпечатков не видно. Если же сравнивать в играх преимущества и недостатки оптики и лазера, то, если честно, я отличий не заметил. Да, у лазера выше разрешение и точность, но на практике я этого не ощутил. Так что сами решайте, как вам удобнее. Если говорить о том, как вообще мышки ведут себя в играх, то претензий у меня нет, потому что все задачи, которые я ставил перед ними, мышки выполняли. Шутеры, мобоигры, стратегии. В любом жанре что одна, что другая мышка показала себя на уровне. Точный сенсор и хороший клик – отличное сочетание для геймерской мыши. Софт тот же. Первая вкладка с настройками – DPI, скорости скролла, дабл-клика и скорости мыши. Далее вкладка с настройками функции EasyShift и кнопок. Потом расширенные опции – частота опроса, сенса по осям X и Y, высота отрыва, озвучка смены профиля или DPI и сброс настроек. Тут же можно и менять скорость мышки в винде. Следующие вкладки – настройка подсветки, статистика нажатий и пробега и поддержка. Тут ничего сложного нет. Какой итог? А такой, что Rocket делают очень правильно. У них есть крутая флагманская модель и модель по младшим. Но вместо того, чтобы максимально урезать функционал младшей модели, как это делают многие компании, и это я сейчас не только про игровые девайсы, они минимально его изменяют, то есть делают меньше размер, убирают грузики и меняют стиль подсветки. В плане начинки – процессор, сенсор, память – все оставили, и я считаю, что это очень круто. На этом все, с вами был интернет-магазин Photos.ua, меня зовут Максим. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, участвуйте в конкурсах, следите за новыми видео и оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...